МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие планы работы у Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества в новом учебном году? Кто обучает будущую техническую элиту страны? Какие вузы и предприятия сотрудничают с Самарским областным центром детско-юношеского технического творчества? В нашей студии Багдад Тукабаев, исполняющий обязанности директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Багдад Нурланович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Спасибо, что пригласили. Ну, всегда рада, на самом деле, потому что вы делаете очень важное дело. Вот как, собственно говоря, было и сказано в начале программы, вы готовите будущую техническую элиту страны, то без чего невозможно. И, кстати, вот если об этом говорить, начался новый учебный год. Задача системы образования – это вот готовить кадры. И сейчас как раз мы видим, что вот те люди, которых вы готовите, будущие специалисты, они особо востребованы. Потому что понятно, что вот есть такое слово импортозамещение, но импортозамещение в части технологии, этого нам не подарит никто. То есть это должны делать ваши ученики. Робо, Квантум, АйТи, Космо – у вас много направлений, все это необходимо. Вот расскажите сейчас, что такое Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества, что он из себя представляет? Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества сегодня – это детский технопарк «Кванториум-63» регион, который представлен у нас в Самаре и Тольятти. Это мобильный технопарк, который курсирует у нас по регионам нашей области. Это центр цифрового образования «АйТи Куб» Самара. Это детско-юношеская автошкола и при ней же Центр по профилактике детского дорожного транспортного травматизма, в которой также в Сызрине есть филиал автошколы. Поэтому это большая организация, которая берет свое начало еще за много лет до моего рождения, можно сказать. И большое продвижение она получила с развитием нацпроекта образования. Как раз-таки по нацпроекту образования были открыты кванториумы, мобильный кванториум, центр цифрового образования «АйТи Куб». Как раз-таки нацпроект и финансирование, которое поступило по этому проекту, позволило вдохнуть новую жизнь в этот центр технического творчества. Но при этом он также сохраняет свои корни. Еще там преподается и авиамоделирование. То есть они до сих пор делают эти самолетики, кнуты с бумаги. И, в общем, помним традиции, но при этом ориентируемся на те направления, которые сейчас актуальны. И по беспилотникам, и по техническим направлениям 3D-моделирования, 3D-печати и так далее. Ну вот, то есть вы сказали, что на самом деле это действительно очень старая система, в хорошем смысле слова старая система. И традиции, с одной стороны, с другой стороны, да, новые технологии. Кстати, а сколько человек работает? Вот у вас сколько преподавателей на сегодняшний день? Ну, педагогический состав около 40 человек у нас. Ну и, соответственно... Это, включая и Самару, и Тольятти, да? Самару, Тольятти, филиал в Сызрани, да. В целом, по организации педагогических работников, да, около 40 человек. Ну вот на сегодняшний день, насколько я знаю, у вас существует, вот вы назвали отдельно, это областная детская и юношеская автошкола. Это такой, ну, некий отдельный вот, ну, филиал, который тоже делает очень важное дело. Во-первых, готовит, ну, очень классных водителей. Я видел, что умеют ваши дети, там, буквально, там, через год обучения. То есть не каждый взрослый водитель, на самом деле, умеет так управлять автомобилем. Это вот объективно, могу сказать. Хорошие специалисты. И отдельное направление, вот вы сказали, то есть до сих пор система подготовки авиамоделирования, она тоже работает, правильно я понимаю? Да, конечно, проходит соревнования, наши дети занимают призовые места. Эта система авиамодельного спорта, она существует, проводятся соревнования и разного уровня, и областные очень сильные, российские и международные. Все это проводится и до сих пор живет. Ну, то есть, по большому счету, по большому счету, вот, как бы, сама система сохранила полностью себя и плюс добавилась новая. Вот Кванториум, кстати, интересное название, откуда произошло, вот, ему уже, если не ошибаюсь, сколько лет уже, лет 6 или 7 Кванториума? В этом году будем 6 лет праздновать. Будете 6 лет отмечать. А откуда вот это название Кванториум произошло? Вот любопытно просто мне бы задуматься. Детский технопарк Кванториум, это наши Кванториумы, одни из сети детских технопарков Кванториума уже более, да, 6 лет открываются, наши одни из первых. И название, которое было придумано, они не случайно такое выбрали название, это от слова квант. То есть квант, это в физике сгусток энергии, который символизирует именно ребенка. Ребенок тоже маленький, но при этом в нем много энергии, она такая хаотичная, и как раз Кванториум признан эту энергию объединить и направить в нужное русло, полезное для страны и для самих детей, конечно же. Ну, вообще, интересно, неожиданно, вот да, сейчас у меня сложился пазл, что называется, да, вот, направить детскую энергию в нужное русло, но для начала захватить его внимание, это очень важно. Вот, для того, чтобы захватить внимание, для того, чтобы захватить внимание ребенка, ну, нужно, чтобы он тебе доверял, нужно, чтобы он тебя уважал, безусловно, нужно, чтобы ты был специалистом. Это кто-то из великих писателей сказал, что как писать детские книжки, как для взрослых, только лучше. Вот, кто у вас работает? Вот этот вопрос, я имею в виду. Что это за люди? Педагогический коллектив у нас очень разнообразный, да, есть, как и молодые студенты вузов, мы берем так, и уже взрослые педагоги, которые закончили, так сказать, свою основную профессиональную деятельность, возможно, и решили, что у них еще есть энергия, они готовы, и самая такая у них значимая задача, передать те знания, накопленные за всю жизнь своему подрастающему поколению, вложить эти знания в них, передать опыт, навыки. Поэтому педагогический коллектив, говорю, очень сильно отличается. Но при этом их объединяет то, что это обязательно любовь к детям, энергетика, у нас нет таких, знаете, вялых педагогов, все достаточно активные, ну, опять же, это связано с тем, что дети, они заряжают энергией человека. Мне кажется, педагоги, они все как раз за этими приходят, за детской энергетикой смотреть в глазах детей эту яркость, эту энергию, зарядиться. Поэтому педагоги, еще раз, очень разные у нас есть, после предприятий, которые у нас пришли, есть много совместителей, в том числе, которые, да, работают по основному месту работы, но при этом по выходным они с удовольствием приходят, чтобы, ну, буквально там три группы у них ведут, но для них достаточно, чтобы как раз-таки поделиться с ними знаниями и совместить с основным местом работы. А по образованию кто они, кстати? Вот это, как правило, ну, технари, которые получили педагогическое образование или вдруг захотели преподавать, или это педагоги базовые? Потому что ведь все-таки у вас организация, которая преподает технические дисциплины, причем сложные, это надо знать, это надо любить. Вот, как правило, наверное, все-таки технари. Да, в большую часть, да, это технические люди, по которым специальность основная техническая какая-либо, но которые еще дополнили свои навыки педагогическими, конечно, прошли курсы переподготовки, работы с детьми, особенности работы с детьми, и у нас преподают. То есть все-таки у нас дополнительное образование, да, если в основном образование у нас все-таки профильные педагогические сотрудники, то у нас это люди, которые, как я говорил, да, основное техническое, и при этом они совмещают еще дополнительно эти педагогические свои способности с работой основной. Либо уже основную работу, да, они закончили и перешли чисто в педагогическую работу. Но изначально, да, основное направление у всех техническое. Но в том числе есть, конечно же, и кто заканчивал педагогические направления. А средний возраст какой? Честно сказать, не могу, но около... Ну, вы достаточно молодые, мне кажется, вот у вас, сколько я видел, я же вот бывал у вас, у вас достаточно молодые сотрудники. Да, ну, в Самаре у нас педагогический коллектив очень молодой, до 30 лет, мне кажется, все сотрудники. Средний возраст точно меньше, чем 30 лет. В Тольяттинском у нас в Кванторе возраст повыше, поэтому там, думаю, около 40. Ну, вы и сами, вот так, если откровенно говоря, человек достаточно молодой, вам самому меньше 30. Кстати, а вы сами что заканчивали? Я заканчивал Самарский государственный технический университет. Первое у меня образование бакалавриат, это вообще сервис автомобилей, сервис эксплуатации транспортных, транспортно-технологических, машинных комплексов. Потом у меня есть магистратура по металлургии, как это ни странно, да, сейчас можно бакалавриат одно направление, металлургия, то есть магистратура другое. Поэтому вот у меня два высших образования, и сейчас я еще учусь в аспирантуре, подготовка научных кадров. Как интересно. И плюс ко всему этому у меня, конечно же, есть и переподготовка на педагога дополнительного образования для детей и взрослых, педагог высшей школы есть переподготовка, ну и множество курсов повышения квалификации, то и по управлению организацией, по менеджменту сотрудников, поскольку управляющий должность в какой-то момент начал занимать. Вот, ну и если так интересно, есть удостоверение о профессии водителя еще. Так что вот видите, да. Понятно. К 27 годам можно вот столько набрать себе образования, навыков, и все это можно параллельно совместить и с работой, и с учебой. А вы когда пришли вот в систему доп. образования и в кванториум, вы что преподавали? Я в кванториуме не преподавал, я изначально начинал свою педагогическую деятельность в Доме научной коллаборации Самарского политеха, который тоже был открыт в рамках нас проекта образования. Нас там же в Самарском политехе всех обучили на педагогу как раз таки. И там я в, получается, в 2019 году начинал свою педагогическую деятельность вот уже в должности педагога дополнительного образования. Вот в этом году, насколько я знаю, что у вас идет ремонт. Вообще, что нового, кстати, давайте так вот для начала. Что нового в кванториуме происходит? Что нового вообще в системе Самарского областного центра технического творчества в 2023 году, осенью 2023 года? Давайте с этого начнем. С этого учебного года, да, такое серьезное у нас изменение и некая для нас трудность. Это ремонт нашего основного здания Самарского кванториума на Масленького, которое здание совмещает. Сейчас будет там центр молодежи, центр добровольчества. Все это тоже сейчас активно развивается, и поэтому требуется капитальный ремонт зданию. И наши два этажа, конечно же, тоже были затронуты. И поэтому сейчас мы распределили нашу образовательную деятельность по другим нашим площадкам, которые у нас достаточно в наличии. И пока мы ждем, когда закончится основной ремонт этого здания, чтобы мы могли продолжить обучение в наших уже аудиториях, оборудованных как раз под те направления, которые у нас представлены. Поэтому, да, мы ждем, когда закончится этот ремонт, чтобы принять детей уже в новом неком обличии. Да, входная группа там все будет переделано, все будет очень красиво. Поэтому мы сейчас ждем, когда закончится ремонт. Да, и, конечно же, на следующий год планируем тоже обновление зданий своих этажей, которые у нас, наши предоставлены к Ванториуму, чтобы тоже соответствовать тому основному зданию, которое сейчас полностью будет отремонтировано. Ну и, конечно же, там, так как там молодежь, у нас дети тоже возраста уже взрослого, поэтому тоже какие-то совместные проекты у нас будут. И это ремонт только нам на пользу пойдет, конечно же. Ну это безусловно. Вот, кстати, если говорить о пользе, а похвастайтесь достижениями учеников, я вот вспоминаю, что года два назад, если не ошибаюсь, например, у вас был ученик, который, будучи еще учащимся, если я не ошибаюсь, 10 класса, ну 11 точно, он уже был на расхват, наверное, в вузах как минимум в пяти, причем в том числе и федеральных. То есть он уже сделал такие проекты, после которых ему несколько очень серьезных федеральных вузов сказали, молодой человек, мы очень хотим, чтобы вы к нам пришли, и вот вам уже документ, который говорит о том, что если вы пожелаете, если вы пожелаете, то вы наш студент. И это был конкурс на него, а не наоборот. То есть ему не надо было даже думать, куда поступать, ему можно было сидеть и выбирать. Да, собственно, так он и сделал. Он выбрал вуз, который он хотел, поступил туда и сейчас продолжает обучение уже в качестве студента, уже третьего курса. Ну, еще могу сказать, да, вы... Он, если я правильно помню, он тогда какую-то уникальную перчатку разработал, космоперчатку, которая уже, собственно говоря, ну при определенной доработке ее можно было вот использовать в реальных условиях. И поэтому, ну понятно, что такого парня надо брать и не упускать. Это вот в случае, да, хороший пример из Самарского конториума, из Тольяттинского нашего филиала. Хочу привести пример. Тоже у нас как раз-таки уже на третьем курсе учится наш выпускник. Он у нас очень много занимался. Сейчас он сначала, да, конечно, попробовал поступить в Москву. Там тоже по разным обстоятельствам не получилось. Он вернулся в Тольятти. Я тут же его взял к нам на работу, потому что он в том числе и хороший педагог. Вот для детей на маленьких направлениях мы его взяли. Но я к тому, что сейчас вот он проект, который начинал в... Можно фамилию ему сказать? Конечно, нужно. Просто я почему не называл фамилию того ребенка? Здесь есть особенности, вот связанные там, ну, скажем так, личной информацией и так далее. Поэтому вы это как руководители можете назвать, конечно. Да, это Роман Грачев, потому что, да, могу полностью сказать, потому что он наш сотрудник. Вот он выпускник конториума. И самый интересный проект, который он начинал еще в 2018 году на такое соревнование к конториаду было, они делали труба робота. Вот, робот для исследования труб. Было такое задание. И вот с тех пор он эту идею не оставлял. Да, они там занимали призовые места на конкурсе. Но эту идею после конкурса не забросили. Продолжали ее периодически вспоминать, отправлять еще на какие-то конкурсы. И вот сейчас получается такое, можно сказать, очень важная точка, что этот уже наш выпускник, студент, выиграл грант в размере 1 миллион рублей от фонда содействия инновациям. Какой молодец. Да, и как раз таки по теме, связанной с изготовлением робота для исследования труб. Ну, что я могу сказать. Да, сейчас будет открывать компанию, будет генеральным директором становиться этой компанией, ну, по условиям гранта. И вот, то есть, видите, какая история. То есть, он после Кванториума вышел уже с зерном в голове технопредпринимателя. То есть, потому что у нас основной вид – это проектная деятельность. Не так, что мы сделали и забыли про него. Да, мы всегда ищем партнеров, с кем можно повзаимодействовать. Как раз таки вот про партнеров. А, кстати, вот кто ваши партнеры? Какие вузы вообще, с кем вы сотрудничаете? Потому что, с одной стороны, вам нужны партнеры. Почему? Потому что понятно, что без серьезного партнера, ну, многие вещи невозможно реализовать. С другой стороны, вы очень нужны многим, потому что вы тот источник, ну, головастиков, в хорошем смысле слова. То есть, тех людей умных, трудолюбивых, предприимчивых. Ну, это редкие, на самом деле, кадры-то в любое время. Да, сейчас все за ними тянутся. Что касается вузов, практически все крупные вузы Самарской области с нами сотрудничают. Конечно, Самарский политех, Самарский университет, Тольяттинский государственный университет. То есть, приходят и стараются хейтить. Да. То есть, заранее молодой человек, обратите внимание на наш вуз. Да, ну, если с вузами, да, их интерес понятен, как бы, да, заинтересованность в абитуриентах, хороших, качественных, то, продолжая про партнеров, вот как раз таки тему с трубороботом. Где у нас больше всего труб? Вот это, конечно же, водопроводные, отопление. И как раз таки недавно вышла с нами на связь компания Т-плюс. У них эти большие крупные трубы, которые как раз таки необходимо исследовать. И вот этот наш сотрудник, студент, они как раз таки через Кванториум, мы вместе с ними вышли, посмотрели, у них есть уже некоторый робот для исследований, посмотрели, как он работает, посмотрели вообще, какие запросы есть, какая там невостребованная ниша, как раз таки, чтобы для этого студента было полезно иметь партнера. Ну и, в принципе, для нашей проектной деятельности. Почему нам, да, важны партнеры? Потому что мы можем дать конкретные уже производственные решения. Дети могут придумать своими нестандартными мыслями, могут предложить решения, которые… И, в принципе, попытаться, скажем так. Ну, как минимум, идею они смогут предложить. А там дальше уже с техническими специалистами, с компанией решают. Ну, если говорить, у нас еще в Тольятти есть и дизайнерское направление, промышленный дизайн, то там сразу вот выдают уже готовые решения. Вот для одной из компаний-резидента технопарка «Жигулевская долина» сделали проект «Брендбука», переработали логотип компании, который уже был отправлен на согласование, то есть в реестр патентных, чтобы зарегистрировать логотип. То есть некоторые уже и производственные готовые решения выдаем. Как раз таки тоже можно вспомнить про некоммерческая организация по мониторингу воздуха в Тольятти занимается, там Аэрла Прус. Вот для них сделали голосового помощника Алису, которая работает в Тольятти, то есть можно сказать, Алиса, запусти навык сообща о выбросах и сообщить Алисе местоположение, то, что вот в таком-то месте нахожусь, чувствую запах, такой химический запах, и эти все сведения собираются. То есть это сделали вот ваши ученики? Да, это уже школьники, да, ученики наши сделали, то есть что касается IT-проектов, дизайн-проектов, то есть школьники в силах для на этом уровне выдавать уже готовые решения. Ну, вообще, конечно, кстати, АвтоВАЗ, аэрокосмический кластер, каким-то образом сотрудничаете? Потому что у вас же есть и Космо-Квантум, у вас же там есть, ну, и в Тольятти авто направления. Да, сейчас крупные компании тоже выходят к нам, заинтересованность в кадрах. Если раньше приходили и было все на уровне того, что там дайте нам старших уже 10-11 выпускной класс, мы просто расскажем, что вот мы есть и какие возможности даем. Сейчас все, конечно, уже понимают, что это уже не работает, потому что у школьников много вариантов, и у них какие-то дальние города, и все это можно в интернете найти, посмотреть. Для себя они начинают работу с уже младшего возраста, скажем, там, 6-7 класс, чтобы просто знакомить компании. Опять же, АвтоВАЗ под конец учебного года предыдущего мы там ходили в музей АвтоВАЗа, поиграли там они свои специальные игры, посмотрели, какие там концепты были АвтоВАЗа, посмотрели еще, какие там компании, которые занимаются тюнингом автомобилей, тоже приходят активно. Детям наверняка интересно. Детям очень интересно, вот, ну и на дальнейшую тоже уже спланировали план действий, то есть уже полноценные экскурсии на АвтоВАЗ, чтобы посмотреть конвейеры и так далее. Такие крупные компании тоже выходят. И, опять же, ПАО ТПлюс тоже крупнейшая компания, вся российская, на следующей неделе уже запланировали, придут к нам для наших обучающихся, проведут там игру по проектированию трубопровода по заданным условиям. — А если говорить о новых отраслях, вот там как складываются отношения? Ну, например, беспилотники, такая чрезвычайно актуальная тема, вот на всех направлениях актуальная гражданская, военная тема актуальна, все актуально. — Тоже, конечно, в аэронаправлении у нас в Самаре, но, как губернатор говорил, что у нас будет направление беспилотников развиваться в Тольятти. Сейчас вот там тоже резидент Жигулевской долины крупная компания, чтобы развивать систему беспилотников. В Самарской области тоже выбрана площадкой по экспериментальному внедрению как раз-таки режима по беспилотникам. Мы тоже это все держим на контроле, с Министерством образования уже продумываем и собственные проекты, чтобы все это объединить и идти в общем ключе. Потому что, да, сейчас это все достаточно хаотично и как раз-таки будет задача нашего центра на будущие годы как раз-таки это направление более плотно с ним работать, возможно, да, открыть еще и в Тольятти площадку и в Самаре, чтобы, ну, это сейчас, как сказали, да, в тренде. И самое главное, это очень активно продвигается государством, запускается у нас проект под беспилотниками, конечно, мы в нем будем участвовать. Ну, потому что это перспективно и перспективно на долгие годы, на самом деле, это вот даже очевидно и понятно. Вот, как я вижу вашу главную задачу, это мое личное оценочное суждение, выявить тех, кто очень талантлив и тех, кто по своему характеру, по своим личным качествам склонен к такой работе, потому что это работа такая, ну, необычная. И вот эту склонность нужно затем развивать, но для начала выявить талант. И вот как найти талант и как затем их привлечь, этих ребят, вот, что вы для этого делаете и как вы с этим работаете? Потому что для вас, вот, ну, не каждый, наверное, школьник подойдет при всем при том. Для начала, конечно же, надо познакомиться с несколькими направлениями, которые у нас представлены, чтобы школьник мог выбрать для себя. Да, первый год у нас, обучение у нас бесплатное на всех направлениях, поэтому... Вы государевая организация-то? Да, да, да. Нет, просто есть часть, бывает, там, платных программ запускают. Да, 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 да. У вас все бесплатно? У нас все платное, да. Бесплатно? Да, все бесплатно. И это еще к вопросу о том, что часто бывает, там, где-то на странице залазят какие-то мошенники, чтобы, да, когда особенно начинается прием, у нас все такая фраза, у нас все бесплатно. У вас, насколько я знаю, даже летний лагерь бесплатный для детей? Небольшой оргвзнос, да, но это на неделю лагеря, это абсолютно так. Тем более, все равно мы этот оргвзнос, там, футболки сделать детям, ледики, там, такую продукцию. Да, у нас все бесплатно, поэтому всегда можно попробовать. Помимо того, что у нас есть годичная программа на направлении, то есть летом объявляем прием, набираем на группы и код введем. Да, в первом месте, если там чувствует ученик, что что-то ему не то, куда-то он не туда, может еще успеть в первом месте перейти. На другое направление. Да, на любое направление поменяться, либо совсем может забрать документ, всегда найдется, кого принять, чтобы ввести эту часть. Но, чтобы таких случаев не было, всю летнюю приемную кампанию еще проводится ряд мероприятий. Это летние инженерные каникулы, то есть это часть лекций, мастер-классов, куда можно тоже абсолютно бесплатно прийти, хоть каждый день ходить по расписанию. И пробовать различные направления, тот же авто, аэро, нано, дизайн. То есть так как мы работаем круглый год, летом не уходим ни в какие каникулы большие, педагогический отпуск есть, но тем не менее половина лета точно у нас свободны. Мы в это время проводим мастер-класс, но у нас называют летние инженерные каникулы. Также проводим большое количество в течение еще года недели общекультурных компетенций называется. Это мы стараемся там неделю грамотности, например. И вот всю неделю у нас ряд мероприятий там по финансовой грамотности, по различным там поведениям в сети, интернет, кибербезопасность, просто такие. Ну и такие стараемся интересные мероприятия проводить, чтобы познакомиться, познакомить и для детей было полезно. Это еще мероприятие у нас в дистанционном формате, чтобы можно было транслировать на всю область. Областные районные приглашаем школы классами к нам на экскурсию, чтобы тоже могли из-за районов дети посмотреть и оснащение. Проводим для них экскурсию, проводим некоторые мастер-классы. Тоже на самом деле большое количество мероприятий. Ну и такие серьезные мероприятия даже всероссийского уровня у нас проходит. Например, фестиваль по робототехнике «Стриж» прошел весной. Еще на этот год у нас запланирован всероссийский IT «Хакатон». Тоже крупный будет. Здесь на базе в Самаре будет этот всероссийский IT «Хакатон», я правильно понимаю? Ну, сейчас пока думаю. Обычно у нас проходят где-то за городом выездные мероприятия, чтобы можно было. Ну, со всей России дети приезжают, чтобы было где проживать, чтобы это все проходило без отрыва. Формат «Хакатона» – то, что дети приезжают, получают задания, и вот несколько дней одним работают. Не отрываясь. Времени вот осталось не так много. Расскажите о достижениях. Ведь, насколько я знаю, участвуют в конкурсах ваши дети. Да, как раз таки. Есть чем похвастаться, скажите. Есть чем похвастаться. Много всероссийских конкурсов у нас за плечами, одержано с победой. И еще много чего есть еще на этот год у нас запланировано тоже. На этой неделе должны поехать в Альмейти на фестиваль полета инженерных идей. А из побед за этот учебный год могу перечислить, что вот мы прошли, наша команда прошла в финал Всероссийского Большой Олимпиады технологии успеха. Есть конкурс, был на такой, я тоже, фонду с содействием инновациям, Шустрик, конкурс, всероссийский конкурс Шустрик. Тоже наши дети там победили в этом всероссийском конкурсе, были нагрешены поездкой в Москву, ездили в Москву, была экскурсия по Москве. Также посетили форум армии, который там проходил. На этом форуме они в том числе презентовали еще свои лучшие проекты. Сейчас эти дети тоже еще поехали в лагерь Артек. То есть они вот с 1 сентября и вот 25 числа должны вернуться. То есть они 1 сентября встретили там в лагере. И начали учиться и отдыхать там. Они целый месяц были нагрешены такой поездкой. Сфероссийский конкурс Шустрик, да. И не одна команда у нас там победила. У нас было 2 команды победила, еще вот индивидуально тоже 1 человек. Что я могу сказать. Очень хорошо, что есть такая организация. К сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо за беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь, потому что то, что вы делаете, это важно, каждое необходимо как для региона, как, собственно говоря, в целом для страны. Ну и вот в конце скажите, когда надо начинать, вот прям кратко, когда нужно подавать документы, чтобы к вам попасть? Документы мы начинаем принимать в начале лета. Это ориентировочно середина июня, ну там в зависимости от дня недели. То есть, да, к сентябрю, как правило, уже все группы набраны. То есть вот в середине июня можно начинать? Как только закончился один учебный год, в конце мая, надо уже... Мы готовимся к другому. Да, поэтому вот как раз таки начало июня, это то время, когда надо следить. Ну вот, давайте вот сделаем на этом и, скажем так, поставим многоточие, ну и отметим для родителей. Да, ну и еще хотелось, что, как сказал, работа ведется у нас круглый год, поэтому всегда можно зайти на наши группы и найти там какое-то мероприятие будет проходить, либо там скоро будет неделя, либо скоро инженерный каникул, либо день открытых дверей. Спасибо, спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Багдад Тукайбаев, исполняющий обязанности директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!